Приветствую вас, я разобрался в вашем тексте, вот, и готов вам предоставить ответ на него, на ваш вопрос, вот, но чтобы вам было понятнее, чтобы вы видели общую картину всю целиком, я, наверное, разберу весь ваш текст, вот, и буду давать в процессе чтения его какие-то комментарии, которые помогут вам лучше понять то, что с вами происходит. Итак, в отношениях с девушкой уже около 3-4 месяцев, но здесь, конечно, немножко непонятно, то есть 3-4 месяца это довольно серьезная разница, вот, и то, получается, вы не знаете, сколько точно времени вы с ней встречаетесь, или вам это не так важно, или для вас это не на первом месте, или, или, почему вот вы написали около 3-4 месяцев, это довольно большой, ну, довольно большая разница во времени, но, тем не менее, сам по себе, срок достаточно маленький, то есть 3-4 месяца это, в общем-то, тот период как раз, когда страсть, например, угасает, да, у партнера, может, угаснуть страсть, или, соответственно, вот, как у вас, да, страсть прошла, как какой-то вот, такой розово-цветочный период закончился, и вы стали воспринимать человека как-то вот более серьезно, да, как вы говорите. Но, тем не менее, 3-4 месяца это такой переломный момент, переломный срок, когда люди либо выходят на новый уровень своих отношений, либо, наоборот, отдаляются друг от друга, становятся как-то, ну, более закрытыми, может быть, немного друг от друга, либо вообще расстают. Недели две назад заметил, что сильно стал эмоционально зависеть от нее и признался в своих чувствах. Значит, смотрите, как у вас интересно получилось. Значит, две недели назад вы заметили, что стали эмоционально от нее зависеть. То есть, что значит? Это значит, что на ваше настроение влияет она, на ваше направление мыслей влияет она, на ваше самочувствие, ну, эмоциональном плане влияет она. То есть, это действительно зависимость. Но вы признаете в своих чувствах. Знаете, по логике вашего текста, вам нужно не в чувствах признаваться ей, а вам нужно говорить, что вот, моя дорогая, я без тебя не могу. Вот, моя дорогая, а, в общем, ты для меня важен, а важна, в общем, встал в моей жизни, встал занимать очень важное место. Но, если я правильно вас понял, то вы признались все ей в любви. Вы сказали, что я тебя люблю. А любовь – это немножечко все-таки другое. Любовь – это когда мы хотим делать человека счастливым. Любовь – это когда мы хотим дарить ему, мы хотим делать что-то для него, мы хотим что-то давать ему. А вы, естественно, как бы испытывая эмоциональную зависимость, да, вы хотите от нее получать. Вы не хотите давать. Вы хотите получать, потому что это зависимость эмоциональная. Да, это потребность ваша. Потребность в чем? Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос, он, в принципе, вам и да. Вы говорите о том, что вы искали себе девушку такую вот порхаличную, румную, красивую для создания семьи. То есть вы искали себе определенную девочку. У вас был образ, образ той, которая вам нужна. И с этой девушкой вы хотели построить семью. То есть изначально вам нужна семья, где есть вы, есть она. Причем она – это даже без имени какого-либо. Просто она, просто она, и все. И вам нужен союз с ней. Почему? Какой-то вы этого хотите. Вот для чего-то вам нужен союз. И именно с такой девушкой. Именно с такой, не с другой. И естественно, что вы теперь эмоционально от нее зависите, потому что вам, ну, по вашему мнению, вам с ней строят семью. Вы хотите с ней построить семью. То есть вы хотите с ней союза. Вы хотите с ней чего-то. Но при этом она только подходит вам по параметрам для семьи. Но вам по параметрам она подходит по вашему, опять же, мнению. То есть у нее могут быть другие взгляды, у нее могут быть другие ценности, у нее могут быть другие ориентиры, и у нее могут быть вам другие чувства. Вы же, как поняли, что она именно та самая, вы стали моментально претворять всю свою программу, программу создания семьи и так далее, и так далее. Вопрос в том, для чего вам семья, судя по всему, была изначально нужна. И вот здесь строится, конечно, такой самый важный момент. Для чего вам семья, принимаете ли вы человека таким, какой, например, она является, девушка ваша, а не пытаетесь вы ее переделать и заставить, например, заставить ее, допустим, соответствовать, ну, скажем так, образу, нашему образу, который у вас есть. И образ ваш, он продиктован, естественно, желанием. То есть я хочу, я хочу, но это вот ваше «хочу», да, оно упирается в то, что вы можете, то, что, ну, то, что вы должны, естественно, и, соответственно, если вы действуете в таком ключе, то вы слышите только то, что вы хотите, ну, то, соответственно, у вас возникает такая вот проблема. Либо, либо, если мы говорим о зависимости здесь, то вы чувствуете, что вы должны, вы должны, должны создать семью, вы должны, там, значит, именно с ней создать семью, такую семью, которая есть у вас. Вопрос в том, вот, цель, которую вы достигаете изначально, цель, которая вас волнует искончательно, она, эта цель, она, эта цель, продиктована либо рекламенными вашими, либо, соответственно, чувством долгу-долга. Если желательно, то, соответственно, как они образовались, чего вы хотите, это потребностная сфера. Если долг, то это, соответственно, сфера, ну, настроек, сфера социальных, так сказать, обязательств и, в общем-то, совести. В данном случае у вас может превалировать. Вот, ну, это я так, сразу взял, как бы, за, как бы, вот, вашу основную проблему, так сказать, сердцевинную проблему, да. Значит, после этого я стал очень переживать, где она и с кем она. Почему? Опять же, почему? Потому что она должна соответствовать образу. Она должна соответствовать вашей схеме. Вы перестали ее принимать такой, какая она есть. И стали пытаться ее переделать под свои представления. Надо, я с вами буду на нее плевать, я буду на нее все равно, как вы пишите. Ну, поскольку, поскольку, конечно, конечно. Вот. А потом вы рано стали ее, значит, пытаться переделать, пытаться поменять. И, соответственно, она должна испытывать давление на себя с вашей стороны. Вот, хочу видеть ее чаще и быть с ней, намекая на то, что серьезно отношусь, и хотел бы, чтобы эти отношения привели к семье. А вот зачем, если вы знаете друг друга всего лишь 3-4 месяца, зачем вам семья, как можно говорить о семье, если вы даже, как я понял, еще даже вместе не живете. Вот. То, что вы хотите видеть ее чаще и быть с ней, это опять же нарушение личной границы. Девочка, может быть, к этому не готова. Равно как она не готова к самому тому, что вы за нее переживаете. И где она и с кем? То есть, вот конкретно, она не чувствует себя свободной, и чувствует, что вы за ней наблюдаете, чувствует, что вы, как бы, чрезмерно вмешиваете свое личное пространство. Это не те отношения, которые у вас сейчас должны быть. Пусть она молодая, она, как бы, ну, хочет жить, она хочет получать удовольствие от жизни, а вы ее уже, как бы, ограничиваете. Она, может быть, и сама пришла бы к этому в будущем, но через год, может быть, может быть, как-то так. А вы слишком рано начали это делать. И опять же, продиктовано это тем, о чем я говорил вам раньше. И рано девочка стала холодить ко мне, стали реже видеться, она все в делах, да и сама теперь не звонит, не пишет. Ну, это связано с тем, что, если вы личные границы человека нарушаете, то человек личные границы, значит, знает свои в жизни считать. Вот, сказывается, зачем мне было влюбляться, и зачем эта любовь вообще нужна. Знаете, влюбленности, любовь — это разные вещи. Вы влюбились, потому что поняли, что она та, кто вам нужен, но кто та, кто вам нужна, как партнер, для того, чтобы реализовать ваши собственные желания. Она та, кто вам нужен. Влюбленность — это страсть. Страсть — это желание обладать объектом. То есть вы желаете ей обладать. Вы желаете, чтобы она полностью была в вашем распоряжении. Это невозможно. Человек не может быть полностью ваш. У нее свои дела, у нее свои, свои, как бы, там, интересы. У нее какая-то своя личная жизнь, у нее свои личные границы. То есть вы перестали это влачать, вы стали на нее давить. Она поняла, что вы пытаетесь ее подчинить, и, естественно, ей это не понравилось. Плюс ко всему, вы, наверное, стали через меры, чересчур назойливы, и, вероятно, перестали вести себя как мужчина. Когда-то стали более чувствительными, более внимательными к мелочам. То есть, ну, вот, с кем она, там, так далее, так далее, так далее. Вот, а девочке это не нравится, потому что, ну, по мнению женщины, мужчина так вести себя, ну, как бы, не должен, да. Мужин, он, ухаживает, он должен быть готов ухаживать, там, и три месяца, и четыре месяца, и четыре месяца, и шесть, пять, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, вплоть до нескольких лет, если девочке ему нравится, чтобы она его узнала. Так получается, что вы сейчас открываете девочке совсем другой стороны, она вас с этой стороны не знала, и получается, что у вас-то изначально эта сторона была. Просто она ее сейчас узнает. И если вы ничего не сделаете, то она от вас идет, потому что ей не нравится, что вы так не относитесь, она не чувствует, что вы мужчина, она не чувствует, что может на вас опереться и вам доверять, потому что вы ее пытаетесь подчинить себе далее. А любовь, любовь, это когда мы их принимаем. Если человек таким, какой он есть, вы ее не принимаете, вы, значит, переживаете, с кем она и где, и вы хотите видеть ее чаще, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть это непринятие. Так, соответственно, можно говорить о том, что у вас страсть, основанная на ваших потребностях, как я понял. Вот, а у нее просто симпатия, которая, ну, вот такая, знаете, постерская. Да, вы симпатичны ей, да, вы ей нравитесь, но она же вам не говорила, что любит. Вот вы, кстати говоря, написали, что признались в своих чувствах. А она, она призналась вам в своих чувствах? Ведь когда я к ней относился легко, и мне было все равно на нее, она проявляла ко мне основное чувство и намекала на любовь. Правильно, потому что вы вели себя как независимый партнер, и ей было важно, чтобы вы, будучи таким независимым, показали ей, что готовый, показали ей, что готовый, как бы, строить отношения. Вот. Но она намекала на любовь и серьезные темы. Понимаете, намеки, это не значит еще любовь и серьезные темы. То, что вы приняли намеки за реальные темы, это, опять же, выдавание желаемого за действительное. То есть она просто прощипывала, она просто посмотрела, как вы готовы, не готовы ли вы, и так далее. То есть женщинам всегда, всегда привлекаем перспективу. Перспектива мужчины. И если она видит, что в перспективе с вами можно создать семью, или, например, то, соответственно, можно с вами общаться, смотреть, какой вы, и если вы ей будете нравиться, если она вас, если она любит вас, то почему бы и не попробовать создать семью. Но любовь, она не появляется сразу, понимаете. Тем более, что она вам о своих чувствах не сказала. То есть ваши чувства, они не взаимны, как минимум. То есть у вас, как бы, одни проявления, у нее другие. И, соответственно, если вы ее любите, то вам нужно принять ее проявления и ориентироваться на это. А вы ориентируетесь на себя. Что говорит о том, что вы ее не любите? Да, может быть, влюблены, но не любите. Кто вообще придумал эту любовь, как мне избавиться? Ну, это, я полагаю, риторические вопросы, потому что любовь приходит тогда, когда ее не ждут и уходит так же. Но у вас не любовь, потому что от любви не страдают. То есть вы путаете влюбленность и любовь. Может быть, вы ее и любите, но помимо любви у вас есть еще и вот эти вот чувства, эти вот примеси к любви, которые мешают вам получать удовольствие от любви и счастья. Еще раз, любовь это не страдания. Любовь это не фрустрация и это не переживание того, что вы не можете что-то сделать и чего-то получить. Так, из-за того, что я теперь не чувствую при ней отношения к ней, а мне остались в соревнованиях. Ну, вот видите, то есть вам нужно определенное отношение к вам, с ее стороны. То есть вам это отношение что-то дает. Вам оно для чего-то нужно. Вот тоже нужно подумать, для чего-то, почему вы в нем так нуждаетесь. Что вы чувствуете себя мужчиной, например, или чувствуете себя нуждным, или, например, вы понимаете, что она так, кто вам нужен, или вы понимаете, что ваша цель, она осуществима, или вы чувствуете себя просто комфортно, понимаете? То есть нельзя, нельзя внузяться в отношении к себе человека, да? Ну, нельзя внузяться, внуз принимать, то есть она готова дать. Вот сегодня женщина готова вам дать, например, свою лавку, а завтра она не готова. И что-то вы будете, вы будете ссориться с ней, когда. Кроме того, вы зачем ссоритесь? Вот конкретно вы здесь, здесь я у вас вижу бег от ответственности. То есть когда вы говорите, что мы стали ссориться, то вы снимаете с себя ответственность. Мы стали ссориться. Нет. Это вы стали с ней ссориться. Вот именно вы зачем ссоритесь? Зачем вы требуете? Разве любовь это требование чего-то от человека? Сегодня решили поговорить с ней и объяснил ей всю ситуацию. Интересно, что вы объяснили ей? И зачем вы решили поговорить? Знаете, поговорить о чувствах, это вообще прерогатива женщин. Это не прерогатива мужчин. И когда мужчина говорит о чувствах, для женщины это означает, что мужчина чувствительный мужчина. А если он действительный, то на него нельзя вообще положиться, на него нельзя отреться. Знаете? Вот она резко отреагировала, что это тебе удовольствие, ты чушеней, все нормально, успокоился, надоело все это слышать. Вот. То есть видите, вы ей говорите об этом не первый раз. она как бы говорит вам о том, что вы преувеличиваете, что в действительности вы относитесь слишком серьезно к тому, что между вами сейчас происходит. И в общем-то форсируете события. То есть у нее еще не созрело то чувство, которое есть у вас, например, про серьезность намерения. И своим поведением вы это у нее убиваете. То есть каждый раз своими разговорами, каждый раз с тем, что вы затрагиваете эту тему, вы ее отталкиваете от себя. Потому что девушка понимает, что она должна вам подчиниться. А подчиняться вам она, естественно, не хочет. Потому что ей не нравятся те условия, которые вы предлагаете ей. Ей не нравится, что вы не слышите ее, что вы слышите себя. Вот чем проблема. Вы не слышите девочку, а нужно слышать именно ее. Если мужчина хочет быть девочкой, то нужно ее слушать и слышать. И тогда у вас все будет здорово. От этих слов как-то еще хуже, как назем по сердцу. Вот. Это, опять же, знаете, это в ваших проблемах, что назем по сердцу, это не ее. Она вам говорит о том, что она чувствует, что она хочет, как она видит. Вы ее не слышите, и вы ориентируетесь на себя, на свои переживания. И из-за этого у вас появилась проблема. Далее. Вроде открываешься человеку полностью, убежишь всем, а в ответ, типа, бред. Опять же, опять же, вы человеку открываетесь для чего? Она вас просила об этом? Нет. Вы открылись ей сами? Да. Вы хотели это? Да. И что? Тогда. Но вы открылись один раз. Один раз сказали о своих чувствах, все, она вас поняла, услышали. И все. Зачем это снова и снова повторять? Это первое. Второе. Как вы понимаете? Она... Я не очень понял, что вы ей объяснили. То есть, знаете, если вы... Вот ей объяснили то, что сказали... Ну, до этого... До этого... То это странно. Она вас, скорее всего, не поняла. Потому что я говорю еще раз, что у нее чувства немножко другие. Если вы говорите о том, что... Так реже видится, и что она стала... Стала что-то... Охладеть к вам. То опять же... А что она может сказать? Для нее-то ничего не изменилось. Просто она этого не осознает. Она не осознает, что она защищает свои личные границы. От вас. Такая этого не осознает. Когда она осознает... Когда она осознает... А вот то, что она говорит, это защитная реакция. Знаете, вы на свой счет это воспринимаете. А в действительности это защитная реакция того, что вы... Как бы... На нее давите. Вы ее пытаетесь починить. Вот. И если она это осознает, она осознает, если вы будете на нее давить, то нам, скорее всего, предложить бросаться, или на время побыть отдельно. Ну, то есть разойтись. Вам это нужно? Так. В общем, посоветите какие-нибудь способы разлюбить ее. То ли? Нет. Разлюбить не получится. А если вы действительно любите, то разлюбить не получится. Разорвать отношения? Да. Вы можете сказать и о том, что за мной дорогая, я понял, что много от тебя требует слишком. И я понял, что давлю за тебя. Поэтому давай мы на какое-то время расстанемся, я приведу свои мысли, чувства в порядок. Вот. Я добьюсь все, чего я хочу, а потом я смогу тебя принять. Если до этого, то да. Вам разрыв поможет. Если же именно просто, чтобы легко было, то есть выходите, чтобы вам было легко. Это опять же эгоизм. Это мысли о себе, это по сути я хочу, а взрослый человек, он не может действовать так, как я хочу только. Он еще действует так, как надо. Вот. А вы здесь, получается, включаете ребенка. Вы говорите, что угодно, да, видимо, мне было легко, легко. А почему вам тяжело это? Вы во внешнюю сторону смотрите, вы думаете, что проблема в девочке, но на самом деле не в девочке проблема, а в вас. И то вам было легко нужно в себе посмотреть, что именно заставляет вас испытывать такую вот тяжесть. И тогда девочке расставаться не нужно будет. Тем более, что она вам подходит. Другой вопрос. Вы любите просто в этом сценаре подходит по заранее расшаренному типу? Или вы ее любите все-таки как некую такую индивидуальность, которая действительно зацепила вас в чем-то, вызывает восхищение и так далее. Выделяется среди других. Так. Все нужно делами заниматься, по работе тут какие-то чувства в голове и работать невозможно. Ну, а вот почему чувства для вас так важны? Работать что? Работать надо. Чувствовать что? Это инфинект, это хочу. Соответственно, вы свое хочу ставите выше, чем надо. Вот вопрос почему вы ставите свое хочу? Хочу. Либо вы не удовлетворены и либо вас недостаточно развито надо. Я думаю, что, скорее всего, вы не удовлетворены. То есть, у вас есть вот этот не удовлетворен определенный. То есть, ну, то есть, не удовлетворенность, она связана с вашим душевным спокойствием и восприятием в себя. То есть, если вы спали в эмоциональной зависимости, то, скорее всего, вы в чем-то где-то неуверенны в себе. А неуверенны в себе это глубинное непринятие себя, сомнение в себе. И вот это сомнение в себе в чем-то вы пытаетесь скупировать другим человеком. Другой человек, он не может этого оккупировать, естественно, или может, но там, ну, на какое-то время, да, пока вы, например, рядом. А вам-то нужно целостность испытывать постоянно, а без человека у вас пустота, и поэтому вы как наркотик в ней нуждаетесь, как наркотики в ней нуждаетесь. Это не нормально. Далее, и вообще, что за бабы? По счастливее так, но это у вас идет защитная реакция, принижение, то есть вы чувствуете, что человек вам начинает нести негатив и пытаетесь принисить ее и возвысить себя. Я вам рекомендую от этой деструктивной позиции отказаться. Ваша девочка, она ведет себя по описанию абсолютно нормально, адекватно она зашает личные границы и ваше чрезмерное посягательство на них. когда на них пофиг, все норм. Когда начинаешь влюбляться, говорится о каких-то серьезных намерениях, то сразу ты не нужен. Ну, понятно, знаете, как, вы начинаете не только влюбляться и говорить о намерениях, вы начинаете всякие растворяются. То есть, нужно ухаживать за девушкой так, как ей нравится. нужно делать для нее то, что ей нравится. Нужно не спешить, нужно уважать ее, нужно прислушиваться к ней. А то, что вы делаете, вы слушаете себя, а не ее, и поэтому вы им не нужны, потому что вы просто влюбленный, эгоистичный человек, который считает, что она должна делать так, как вы хотите. Это не понравится никому. Поэтому тут не нужно путать. я долго искал такую, как она, вот видите, долго искал. Зачем вы искали? Почему вы искали? Да, я вам об этом говорил. Есть определенный образ, только вот такая красивая, умная, значит, порядочная вроде, но вы не уверены. То есть порядочность, а порядочность для вас это что? Соответственно, знаете, у вас есть требования к человеку, изначальные требования. Это было красивое, это было умное, но все это понятие относительное, как и порядочное тоже. Можно быть порядочным человеком, но в силу ряда причин заниматься не очень порядочными делами, например. Можно быть умным, но в силу ряда причин не иметь возможности показать ум. Можно быть красивым, но в силу стереотипов быть некрасивым, понимаете? То есть у вас такие довольно, ну, обтекаемые очень, обобщенные требования. То есть у вас нет конкретных требований к девочке. А мимо того, какие требования сформировались в результате, например, негативного опыта, который у вас был с другими. Опять же, негативный опыт чем-то обусловлен. И обусловлен в первую очередь с вашей стороны, вашим поведением и так далее, и так далее, и так далее. И это нужно проанализировать, почему он был, какие выводы вы сделали из этого опыта. Если вы, например, также выражались по отношению к девушкам, как и здесь, то есть принижали, то нет ничего удивительного. Если вы считаете, что девушка должна принимать от вас все то, что вы хотите, если вы слышите только себя, а не ее. То есть тоже ошибка, и вам нужна не умная и красивая, а как раз таки наоборот, такая глупенькая, некрасивая, замеченная на оценке, чтобы она смотрела вам в рот. Например, и с фазолами. То есть, по сути, ведомая. Но вам нужна ведомая. Вот в том положении, какое вы себе сделали, да, в том положении, вам нужна только ведомая девушка. Вот. И, как бы, вас такая не устраивает. Конечно, вам нужна другая. Вот. Но к другой вы не готовы адаптироваться. К реальности. К реальности с другой девушкой вы не готовы адаптироваться. Ага. Так. И для себя понимаете, что, видимо, это тот человек, с кем бы хотел построить семью. Вот именно. Вам не человек важен, а семья. Сам человек для вас. Просто средство для создания семьи. Вот вы и ведете себя так, как со средством. А она не средство. Она человек. У нее есть свои желания, свои потребности. А вы к ним не прислушивайтесь, потому что, по вашему мнению, она именно так, и вы постарайтесь подстроить семью. Но, но, знаете, у нее свое видение. И если вы хотите с ней действительно построить семью, то, я же вам говорю, прислушивайтесь к ней, а лучше перестаньте хотеть вообще семью с ней. А просто хотите быть человеком. Просто делайте что-то для человека. Просто старайтесь сделать ее счастливее. И все. Для какой семьи получится, не получится, как получится, это не важно. Вот это любовь. Понимаете? Далее. Ну, не тут-то было оказывается. Ну, да. Потому что она не захотела быть средством для вас. Были прошлые, печальные опыты, молодые. Может, поэтому так переживаю в этих отношениях. Ну, понимаете, я уже сказал, какой опыт, какое ваше поведение было, почему вы расставались и какой делали вывод из этого. Главное, как менялись ваши представления о себе и о девушках. И почему. Потому что молодыми, молодыми, вот возраст, ничего не значит абсолютно. Абсолютно. Как перестать быть зависимым и... Как перестать, если быть зависимым и свободным в этих отношениях. Соответственно, хотели написать не свободным. Для этого надо понять, что для чего вам семья. И скорректировать все то, о чем я говорил вам. И не бояться отпустить ее, если так оно пойдет дальше. Знаете, вот именно, если любишь, а вы боитесь отпустить, а значит вы не любите. Вопрос. Если вы отпустите ее, если вы разойдете, что будет для вас конкретно? Что произойдет? Ваша ответственность или ее ответственность? Подумайте. Почему вы взваливаете на человека, а вы боитесь ее потерять на что-то хотите, чтобы она отвечала за это? Почему вы взваливаете на нее ответственность за то, что нужно вам? Она должна вам семью? Она должна вам ребенка? Она должна вам взаимность, например? Просто подумайте. Просто сейчас нереально тяжело, что дальше не объяснить, какая-то безсознательная реакция внутри происходит. Но тяжело, потому что у вас фрустрация. Вы не получаете того, что хотите от человека. А человек вам не должен этого давать. По отношению к человеку вы выступаете как ребенок. Вы говорите ему, я хочу, дай мне. А человек понимает, что он должен выступать к вам как родитель. Хорошо, да. А она-то не родитель, она взрослый. И она ведет себя с вами как взрослый. Понимаете, в чем момент. Вы как ребенок себя ведете, говорите, я хочу, я хочу, я так хочу, дай мне. А она ведет себя как взрослый. И именно поэтому у вас не получается. А то ребенок, ребенок взрослым в норме неинтересный. Вот вы и перестали быть интересным, когда стали говорить только я хочу, я хочу, да. Понимаете? Так. Вчера, когда был телефон выключен на нее вечером, я уж думал, что она специально выключена и с другим каким-то парнем. Вот видите, у вас уже и ревность здесь всегда добавляется. Ревность – это страх одиночества. Вы боитесь остаться один. И опять же, вы боитесь остаться один, потому что не принимаете себя. Вот в одиночестве сами себя вы не принимаете полностью. И из-за этого вы не снимаете другого человека принятия. Если вы себя не принимаете полностью, а все надо полностью себя принять, это принять свои недостатки, принять свои достоинства, принять свои желания, принять свои потребности, но принять также и то, что вам нужно делать как мужчине, принять точно, что вы ответственны за что-то. И, собственно, принять обязательства перед другими людьми, если вы с ними вступаете в отношения. Вы этого полностью, полностью всего не признаете. И, соответственно, из-за этого получается так, что вам плохо. Ну и, соответственно, нужно разобрать, почему вы боитесь быть один. Нужно разобрать, почему вы себя не принимаете и что именно, что именно в себе вы не принимаете. Далее, слава Богу, оказывается, сел телефон. А вот откуда вы знаете, что у нее сел телефон? Может быть, не сел, может быть, она вас обманывала. Понимаете, вы тоже так ведете. Я говорю, если вы будете вести себя как ребенок, ей будет скучно. И она действительно хочет с другим парнем встречаться, потому что он будет ее слушать, он будет ее слушать, он будет ее уважать, и он будет ориентироваться на нее, и это ей будет нравиться. А вы нет, потому что вы думаете о себе, и постоянно требуете от нее что-то. У меня аж пришло всего, когда думал об этом. Ну, это реакция, вот эта вот эгоистичная реакция ваша на эту тему. Вот. Что я могу сказать в конце? В конце я могу сказать, что вам нужно обязательно проработать детские родительские отношения, отношения со своей мамой. Вот. Вот. Нужно бы понять, какие у вас отношения с мамой устраиваются с отцом. Далее я бы предложил так называемую проработку мужской модели поведения, то есть, чтобы вы поняли, какой вы мужчина, и что вы можете дать женщине, как мужчина, и какая вам нужна женщина. Но не вот с этой вот позиции, что красивая, умная и так далее. А именно, вот исходя из того, какой вы мужчина, вам нужно подобрать женщину, которая вам, опять же, изначально было бы хорошо. Но для любви типажей нет. Для любви нету каких-то гриотипов, нету каких-то вот, иначе, образов и так далее. Понимаете? Потому что, ну, вот представьте себе, что у девушки, например, ну, бывает такое, да, что человек умный, потом хоп, и проявил себя не как умный, например, а как, ну, недалекий, и что, вы разочаруетесь. А если девушка перестанет быть красивой, что будет тогда? А если девушка поступит как-то непорядочно, что будет тогда? Вы разочаруетесь и перестанете хотеть с ней семью? А если это будет брак, вы уйдете от нее, понимаете? То есть, должно быть что-то более глубокое, более, так сказать, тонкое, более деликатное, на что вы ориентируетесь при выборе партнера. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...